Все профессии нужны, все профессии важны. Одной из самых популярных профессий уже долгое время остается профессия парикмахера. Ей и обучают школьников в Центре детского и юношеского технического творчества. На днях в жизни воспитанников Центр произошло важное событие. Там прошел конкурс на лучшую прическу и лучший костюмированный образ. С юными стилистами познакомились Ольга Фомич и Георгий Калинин. Завивка, укладка, плетение коз – эти слова не понаслышке знакомы воспитанникам Славинского Центра детского и юношеского технического творчества. В течение трех месяцев они обучались основам парикмахерского искусства. И сегодня у них ответственный день. Они должны продемонстрировать все, чему научились. Для этого здесь ежегодно проводится конкурс «Первые успехи». Это традиционный конкурс, конкурс юного парикмахера, поскольку отучившись три месяца у нас, они уже прошли определенные темы, овладели определенным мастерством и могут это показать. Старшеклассники, 9-й, 10-й, 11-й класс имеют такую возможность получить специальность без отрыва от учебы в школе. Школьники представили на суд общественности свои первые успехи. То мастерство, которому они смогли научиться за столь короткий срок. Яркие наряды, необычные прически ребята с удовольствием дефилировали на импровизированной сцене. Сделать прически воспитанники Центра могли в трех направлениях. На основе плетения коз, в ретро-стиле и в стиле авангард. Материалами для костюмов могли стать подручные средства – бумага, газеты. Дима Кошелько – единственный молодой человек, посещающий курсы для юных парикмахеров. Но это обстоятельство его ничуть не смущает. Наоборот, мальчик гордится тем, что может сделать любую прическу сам. Я занимаюсь этими курсами уже три месяца. И мне нравится сюда ходить, потому что тут большой коллектив общения. И нравится это занятие, потому что оно мне помогает дополнительно в жизни, так как я могу и сестре нормально сделать на праздник прическу. И также меня в классе еще просят девочки, чтобы я им помог с праздниками. Анна Фоменко в конкурсе участвует не как мастер, а как модель. По словам девятиклассницы, профессия парикмахера для девушки никогда не будет лишней. У меня сегодня первый конкурс, поэтому было очень большое волнение. Но тем не менее мы справились, мы вышли. И мне понравилось. Я еще буду участвовать. В конкурсе без внимания никто не остался. Мастера были награждены почетными грамотами, модели-лентами. А тем юным парикмахерам, кто представил на конкурсе несколько своих работ, были вручены памятные подарки. Ольга Фомич, Георгий Калинин, программа «События». Ольга Фомич, Георгий Калинин, программа «События».